Всем добрый день! У нас суббота. Естественно, мы не могли обойтись выходным без моря. Вчера мы ездили в парк, а сегодня мы приехали во вторую половину дня. Даниль балуется. Во вторую половину дня мы приехали на море. И вот здесь вот такая вот красота. Сейчас будем наблюдать очень-очень красивый закат. Мы с Данилей, тоже сегодня с Данилькой, ловили рыбку. У нас сегодня Даниль просто вообще в ударе был. Он рыбок 6-7 поймал, может быть даже и больше. Две из них были несъедобные, да, Зай? Вот. Я впоймала тоже где-то одну нормальную рыбку, две маленьких съедобные. И еще одну впоймала несъедобную. Вот. А наши мужички стоят, пытаются... Папа впоймал сколько? Две рыбки? Да. А Рамсюсечка сегодня что-то... Папа три, да. Ну, одну маленькую он впоймал, он выпустил. А вот Рамсюсечке сегодня нам же ему что-то вообще не везет. Сегодня не рамен день. Ну, не всегда же бывает рамен день, да, правильно? Сейчас уже, кстати, становится прохладно. Ветерок поднялся. Мы с Даниэлем в тапочках, которые прикупили себе в декаплоне. Так хорошо, так удобно. Только надо, чтобы они чуть-чуть высохли. Чего ты? Ну, не балуйся, не балуйся. Обезьянка маленькая. Мы перекусили, и пацаны опять пошли рыбку ловить, попытать свою удачку. Это он булочки размакивают, а потом рыбкам дают. Размакивают? Размачивают. Вот. Вчера мы отгуляли хорошо, весело. В час ночи только вернулись домой. Я сегодня еще и работала в полдесятого. Ну, в принципе, нормально. Я выспалась. Встала в полдесятого. В полдевятого. И мне, кстати, было достаточно довольно-таки. Вот. Поработала, пришла домой, и мы решили все-таки поехать на море. И правильно, что мы это сделали. Потому что сидеть дома, за телевизором, или заниматься домашними делами уже надоело. Если честно, постоянно это не заканчивается. Это что там, рыба или мусор? Нет, это мусор. Вот. Плюс у меня еще, знаете, какое-то такое было состояние дома. Как будто вот-вот-вот сейчас начнется паническая атака. Просто спина очень болела. Это все отдает. Спина у меня сейчас что-то очень болит. Ну, может, потому что работаю много. Вот. И от этой боли в спине, как бы, знаете, как получается такой стресс. Мне очень приятно. Да, я только показываю вот это вот пакет. А тут люди поразбрасывали с булочками все. Приезжают с хлебом, потому что рыбу лоят. И потом также это все оставляют. Вон они везде, этот хлеб оставляют. Это все валяется. Вот. Что я там рассказывала. Да, то, что у меня была такая предпаническая атака. И потом я думала, ехать, не ехать, ехать, не ехать на море. Сначала сказала мужу, нет, не поеду. Потом сказала, ладно, поедем. Потом опять сказала, нет, езжайте сами, я, может быть, к родителям поеду. Даниэль не захотел к бабушке ехать. Он сказал, я поеду тоже, хочу рыбу ловить. Вот, я такая, ну, знаете что, давайте, мне же купили удочку маленькую. Я говорю, ну, давайте. И тогда уже поедем. И вот в машине как-то еще так тоже. Я думала, вот сейчас начнется паническая атака. Сейчас начнется, я ее так ждала сегодня, кстати. Но, слава богу, когда приехали на море, знаете, как-то все успокоилось, ушел стресс. Все-таки меня вот море успокаивает очень сильно. Постоянно я прям балдею от моря. Я помню тоже, когда еще в 2019 году у меня тоже были сильные панические атаки постоянно. Там у нас был очень большой стресс. И... Что там у меня? Что же с памятью моей стало? А, да, и тоже с мамой собрались ехать на море. И в то время, пока мы ехали на море, у меня началась очень сильная паническая атака. Начала прям вот на ровном месте ужасно стучать в сердце. Мне так очень было плохо. Естественно, я перепугалась. И не знала, куда мне бежать. А мама мне такая, говорит, успокойся, успокойся, пойдем к воде. И мы пошли к воде, я просто начала ходить по воде. И я сразу успокоилась, мне сразу стало намного лучше. Поэтому, может быть, у меня уже, знаете, это как на уровне... На уровне психологическом уровне уже мне осталось то, что когда я приезжаю на море, я успокаиваюсь. Неважно, какое бы у меня состояние ни было, мне становится лучше на море. Оно успокаивает. Ну, действительно, вода всегда снимает весь стресс, убирает весь стресс и также успокаивает. Поэтому я тысячу раз сказала со мной себе, молодец, что ты приехала на море, все-таки вылезла из дома. А то бы сидела, смотрела скрученная видосики или занималась бы домашними делами. И ходила бы, прислушивалась к своим ощущениям. И точно бы была паническая атака. Вот, ну, дай бог, что все будет нормально. Какая птица, чайка какая здоровая, жирненькая, такая жирненькая. Ну, они тут так наедаются, потому что все хлеб оставляют, булочки такие сухие, хлеб питые. И они кушают. Тут есть полно еды, короче, на пляже всегда. Поэтому они тут тогда такие все, да, чайки жирные летают. Ну, вот и все. Я вам все рассказала. Мы сейчас, наверное, еще немножечко побудем. Ну, что такое, что такое? Мы сейчас немножечко еще побудем и поедем домой, потому что действительно ветер уже такой сейчас прохладный. И у меня так горло немножечко першит, потому что сейчас кондиционеры эти постоянно. Без кондиционеров невозможно. Заходишь, на улице жарко, заходишь в помещение холодное, сразу дает такое не очень приятное ощущение. Ну, и все. Скоро будет закат. Ладненько, увидимся уже. Когда-нибудь сюда попозже увидимся. Наш улов на сегодня. Мы сейчас почистим сразу. И дома только еще раз помоем в воде точно и все. Молодец! Наловили себе ужин. Ну, и теперь готовим ужин себе. Крышка будет вкусная, сочная, морская, свежая. Просто ля пута. Вот. Продолжение следует...